Звезда нефтянику Крнефть и традиционный комментарий главного тренера гостей Вадим Леонидович Крестов. Без вопросов? Сначала Ваш комментарий, а потом будут вопросы. Потому что, в принципе, игра такая, насколько позволяла погода, поле, получилась интересная. Сложно было показать хороший футбол сегодня, потому что обе команды, я считаю, и звезду, и нашу команду предпочитают такой техничный футбол, контроль мяча, но сегодня погода это не давала делать. Нужно было перестраиваться на более простое что-то. Второй тайм нас заставил играть уже более агрессивно, более как бы не без заглядки на свои ворота. Нужно было спасать группу. В принципе, я наших ребят поблагодарил за второй тайм. Первый мы немножко провалили, где-то, может, и тактически. Все вместе, и тренера, и команда. В принципе, хороший футбол, чуть-чуть, наверное, звезда сегодня больше хотела выиграть, чем мы. Спасибо большое. Друзья, ваши вопросы? Прошу, Юрий Лючек, Украина-Центр. Вадим Леонидович, когда Зеркас забила мяч свой, вы попытались выразить недовольство. Какой момент вы увидели? Мне показалось, что игрок, который забивал голову, подработал себе рукой. Мне что-то показалось. Остановил, когда длинная передача шла, и он мне показалось, что этой рукой он себе помог обработать мяч. Ну, вот это надо смотреть, поэтому я как-то там сразу на эмоциях был очень недоволен боковым судьей. Спасибо большое. А чем вас Зерка удивилась сегодня? Ну, по такой погоде и такому полю? Ну, мы знали, что контратаки у Зерки очень хорошо получаются. Они и в первой игре забили на контратак, как они. И мы сегодня готовились и знали, что главное не пропустить контратаку. Ну, все-таки ее пропустили. Не удалось нам у них этот конек забрать. Спасибо. Еще тогда вопрос. Очень много сегодня ваша команда подала угловых, но ни один даже до удара створ в рот не находил. Это недоработка в нападении или техническое мастерство футболистов? Только в первом тайме шесть угловых. Ну, я думаю, что погода очень много сегодня вносила корректив. В принципе, ну, а мы в первой игре забили два после стандарта гола. Поэтому, наверное, сегодня не суждено было нам со стандарта забить. Спасибо большое. Мы получили очередную игру чемпионата Украины с командой «Нефтяника» Кырка. Команда очень хорошая, очень организованная, дисциплинированная. Те показатели, которые они показали на учебно-тренировочных сборах, по-моему, одну игру они проиграли в Днепропетровскому Днепру. Все остальные, в остальных играх добились положительного результата для себя. Это говорит о многом. Команда, в принципе, в каждой игре забивала и очень мало пропускала. Выиграла кубок Пожичевского. Поэтому игра не могла быть легкой. Соперник очень сильный, достойный. У нас что-то получилось, что-то не получилось. Первый тайм где-то больше был, скажем, нам получился. Второй тайм больше получился в команде соперников. Но мы рады, что добились результата и двигаемся дальше. Друзья, вопросы? Сергей Дмитриевич, скажите, вот вы говорите о втором тайме. Почему произошло? Это была установка отойти назад и сыграть на контратаках. Или это соперник прибавил и за счет этого мы утратили немножко ту игровую инициативу, которая была. И вот немножко не получался, как мне показалось, во втором тайме вот этот быстрый переход от обороны к атаке, который был очень здорово проходить в этих контратаках. Ну, знаете, есть, как говорят, соперники играют так, как позволяют им удовольствовать. Поэтому где-то, может быть, я с вами согласен, что команда только по втором тайме выглядела чуть лучше, предпочтительно. Поэтому мы очень глубоко сили к своим воротам. Может быть, где-то сыграл момент того, что мы уже играли по результату. Где-то хотелось им все-таки добиться результата для себя положительного. Но, опять же, по горячим следам не хочется анализировать. То есть просмотрим, изучим и потом уже сделаем определенные выводы. Мы надеемся, что в дальнейших играх мы постараемся выглядеть немножко подробно. А можно сказать, что сегодня на поле был оптимальный состав, который вы видите в дальнейших играх? Ну, у нас есть обойма. Знаете, под каждую игру мы, в принципе, видите, что некоторые тренера пробуют, что выигрышный состав не меняется. У нас сегодня произошли две замены. При том, что и в прошлой игре и Загальский, и Щедрый достаточно хорошо выглядели. Но в сегодняшней игре они в стартовом составе не были. То есть здесь уже с точки зрения тактики мы немножко поступили по-другому. Поэтому, в принципе, у нас есть обойма, есть и конкурентно способная команда. Я думаю, что этой команде многое позорно. И вопрос, который видает на трибунах с вашего разрешения. Болельщики спрашивают. Это ваше решение? Не играет Дмитрий Фатеев, игрок молодежной сборной страны. И сегодня есть игроки, которые сильнее его. Я правильно понял? Да. То есть у каждого игрока, который участвовал на учебно-тренировочных спорах, то есть был шанс проявить себя с лучшей стороны. То есть у Димы где-то не получился этот момент, поэтому было принято мною решение перевести его пока во вторую команду, для того, чтобы он там проводил тренировочный процесс. Если он будет прогрессировать, будет расти, пожалуйста, никому дорога не закрыта первой командой. Если он будет сильнее, он будет играть. То есть сейчас все стараемся делать по спортивному принципу, независимо от фамилии, независимо от статуса, независимо от... Я правильно понял, Фатеев во второй команде? Вы за кого? За Фатеева. Извините, я думал за аттитул. За аттитул. А я прошу прощения. За Фатеева. За Фатеев. Да, то есть Дима где-то, ну, мое личное мнение в том, что он первый сбор, который мы проводили, он был в составе сборной, то есть он не получил того объема работы, который все выполнили, и, соответственно, где-то немножко выпал с тренировочного процесса в общий. Поэтому на сегодняшний день, ну, есть объективно ребята сильнее и стабильнее, чем он. Поэтому для Димы тоже, ну, для Фатеева дорога не закрыта, у нас, пожалуйста. То есть будет сильнее, будет играть. Он прошлый первый круг был сильнее всех, я отыграл все игры, по-моему, больше всех по игровому времени из всех сыграл. Поэтому... Только по этой причине. Плюс у него там была маленькая, небольшая микротравма, но я сейчас он уже ее залечил, уже, в принципе, полный боевой, готовится, работает. То есть у нас еще впереди достаточно игр, где он может себя проявить в играх этих. Кого бы вы значили найкориснейшего гравца в складе вашей команды? Ну, я бы не хотел кого-то, я вообще не любитель выделять кого-то одного. То есть у нас ведь не индивидуальный вид спорта, у нас командный вид спорта. Поэтому команда добилась результата, сзади не пропустили. Это, по сути дела, важный аспект. В целом сыграла вся команда достойная. Ошибки были, они будут, и без этого никуда не деться. Но будем делать выводы и двигаться дальше. А можно сказать, что новички абсолютно безболезненно влились в коллектив, и сейчас вы можете быть довольны тем, как они выполняют тренерский установок? Знаете, я, в принципе, уже был доволен тогда, когда Максим Станиславович дал возможность нам их приобрести. Это новички, за которыми мы следили и раньше. То есть у нас было очень много список расширенных кандидатов, но на сегодняшний день мы именно этих игроков хотели. И мы были уверены, что они вольются в коллектив безболезненно, не только по спортивным критериям, а и по человеческим качествам, и по всем остальным. Поэтому мы точечно подходили, так как нам Максим Станиславович сказал, что большого количества усиления у нас не будет, но 3-4 человека достаточно будет. То есть мы из этого исходили. Качество и тех игроков, которых мы знаем. Спасибо.